Студия небольшая, но уютная. На стенах фото телеведущих и журналистов. На столе обычный ноутбук. Здесь в обстановке творческого порядка осужденные 4-й исправительной колонии делают новости. В штате 6 человек. Кто-то пишет тексты, кто-то работает в кадре. Как делается большое телевидение, здесь имеют слабое представление. Но за ориентиры берут сдержанность Екатерины Андреевой и харизму Ивана Органта. Многие новости. Ну смотришь, как бы все профессионально. Хотелось бы до такого уровня. Ну не знаю, мы конечно пробуем, что получается. Поначалу это сложно, а так-то конечно надо, чтобы было с расстановками всякими, чтобы было интересно и зрителю слушать. И поэтому пробуем. У нас вроде бы получается. Не знаю. Для первого раза конечно сложно, но так в целом это вообще классно. Николай на зоновском телевидении совершенно незаменимый человек. Он и оператор, и монтажер, и редактор. Хотя до отсидки камеру в руках не держал. А за и телетворчество осваивал за колючей проволокой. Перед его командой важная задача – раз в неделю выпускать полноценные новости с репортажами о жизни колонии. Мы стараемся как бы ухватить все более-менее яркие события, которые происходят у нас в учреждении. И все это скомпоновать в небольшой выпуск. Выпуски как таковые у нас от 5 до 10 минут на данный момент. С момента открытия нашей студии есть два выпуска новостных. У местных новостей всегда есть аудитория. Осужденные по расписанию смотрят выпуски. Кроме новостей, телекоманда готовит разъяснения законодательства и социальные ролики. Есть такие осужденные, которые в карантинном отделении, до них доводится информация, социально-правовые вопросы. Но путем просмотра чисто по телевизору осужденные, у них откладывается в голове ответы на те вопросы, которые возникают практически ежедневно у них. Как бы устроиться на работу, куда лучше устроиться на работу для них, для самих. То есть есть выбор. И соответственно проходит у нас обучение. Снимают здесь на простенькую технику, но в комплекте все необходимое. И микрофоны, и штатив, и камера. Мечтают, конечно, о профессиональном свете и телесуфлёре, чтобы текст заучивать не пришлось. И, возможно, получить эти технопримочки получится. Но за уверенные результаты работы. Между колониями региона идет соревнование на лучшую видеостудию. Победители получат технику в подарок. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова, Кинишма.